Это призма времени, программа, в которой мы говорим о главных новостях, касающихся жизни Эстонии. Меня зовут Андрей Стоф. Здравствуйте! И в гостях у нас сегодня главный редактор, руководитель редакции русскоязычных проектов «Костемес» Евгения Вяя. Здравствуйте! Ну и давай начнем с темы, которая напрямую касается внутриполитической жизни нашей страны. Тема, которая, в общем-то, достаточно традиционна для каждого месяца, когда обсуждаются партийные рейтинги. Но в этот раз в ней есть любопытный нюанс. Я напомню, что согласно последнему исследованию, которое провела социологическая фирма ТНС Эмор, у нас рейтинги следующие. Возглавляют их партия «Реформ», у которой поддержка составляет 29% избирателей. Это на 1% пункт больше, чем было месяцем ранее. Вслед за ней идут центристы, которые растеряли рейтинг с 27 до 22%. Вот сейчас их поддержка составляет 22%. Столько же имеют социал-демократы. Тоже 22%. Но социал-демократы за последний месяц, то есть с октября по ноябрь, наоборот, поддержку нарастили. Ну и затем уже Союз Отечества и Республики и РЛ-партия, которая 18% имеет. Что любопытно, почему я сказал, что в этот раз эти колебания рейтинга, они, может быть, примечательны более, чем какие бы то ни было ранее, тем, что центристы с социал-демократами сейчас, во-первых, сравнялись, а во-вторых, за счет чего это произошло. Если вот внутри этих общих цифр выделить две этнические группы, то есть эстонцев и, назовем их, русскоязычных избирателей, то видно, что центристы потеряли поддержку 9% русскоязычных избирателей за месяц. Социал-демократы, наоборот, ее приобрели, поддержку вот тех самых 9% русскоязычных избирателей. То есть вот то, что на то вышло. Закон сообщающихся сосудов где-то убывает, где-то пребывает. И сразу же многочисленные аналитики и комментаторы, которые на эту тему отметились, все связали с недавним скандалом между министром образования и науки Евгением Осиновским, которого оскорбил его коллега по правительству, министр финансов Юргенлиги, который из-за этого нынче называется уже бывшим министром финансов. Согласна ли ты с такой оценкой? И если да, то почему? Ну, скорее согласна, да. То есть у меня такое ощущение, что на случай с Лигей Осиновским выиграли одинаковые реформисты и социал-демократы. То есть социал-демократы показали, что они в такой ситуации могут проявлять принципиальность. Реформисты показали, что есть все-таки в их рядах суровые эстонские мужчины, которые рубят, правда, матку с плеча, несмотря на то, что за это расплачиваются. Такой тип политика, как Юргенлиги, он, скажем, такому традиционному реформистскому избирателю очень импонирует. При этом обе партии показали, что они, несмотря на это, способны работать в правительстве, проводить общие законопроекты, проводить замены министров и при этом, так сказать, успешно продолжать работу. То есть мне кажется, и одним, и другим это сыграло на руку. Ну а что касается сообщающихся сосудов, то я боюсь, что для центристов основная проблема состояла в том, что больше пытайтесь запретить питье по воскресеньям. Вот, как я могу сказать, что... То есть ты думаешь, это против них сыграло? Нет, я думаю, что это были, скажем, независимые друг от друга процессы. Я, например, в свое время очень оценила, как журналист и как человек с чувством юмора акцию, когда в Талине разрешенными для употребления горячительных напитков остались два места в городе Томпе и Кадрюрк. Со стороны оппозиции это, на мой взгляд, была очень элегантная акция. Но когда речь пошла о том, чтобы запретить употребление и продажу алкоголя по воскресеньям во всех общественных местах, включая питейные заведения, для меня это был как-то очень странный шаг. Что касается заплета, тут я тебя, наверное, немножко поправлю, да, потому что про питейные заведения речь шла про определенные часы. То есть не то, чтобы все бары в течение воскресенья не продавали, а чтобы в воскресенье с полуночи заканчивалась продажа. То есть, грубо говоря, в ночь с воскресенья на понедельник не пили. Вот, по-моему, там такая все-таки идея была. Вот, но тем не менее, то есть мне кажется, что все-таки взрослое население страны в специально отведенных для этого местах вольно самоопределять, хочет оно явиться на работу на трезвую голову или не хочет. То есть здесь, мне кажется, палку перегнули, и что это было основным фактором, хотя многие мои коллеги, например, высказывают такое мнение, что против центристов могла сыграть их позиция в законе о сожительстве. Ну, скажем так, если мы говорим об этом законе, то тут, упомянув центристов, мы должны, наверное, сказать не их позиция, а отсутствие их позиции. Потому что, по сути, центристская партия была самой неопределившейся в этом отношении. Потому что, если посмотрим, как голоса распределялись, то реформистов в большинстве своем поддерживали, социал-демократы тоже. Партия Союза Отечества и Республики категорически выступила против, и только центристы голосовали в разнобой. И, в общем-то, сейчас ярые противники этого закона, они обвиняют именно центристскую фракцию в том, что при их попустительстве закон был принят, потому что он принят был с перевесом в два голоса всего. Ну, вот тут я думаю, что да, здесь оппонентам центристов действительно удалось довольно успешно создать такое впечатление, что центристское «не знаю, не имею общей позиции» на самом деле означает «вяло поддерживаю». Также было, если вспомнить немножко из истории, мне кажется, аналогия вполне уместна, а также было со вступлением в Европейский Союз. Ведь накануне референдума о присоединении к ЕС в 2003 году все партии, в общем-то, заняли достаточно однозначную позицию, только Савис Арьюлил и Крутил до последнего. Ну да, вполне возможно. Тут надо еще учитывать то, что если мы говорим о традиционных сторонниках партии, то у РЛ-центристов, у них наиболее такой, мне кажется, приверженный традиционным и консервативным ценностям избирателей. И то, что, например, православная церковь играла значительную роль в центристском, так сказать, пиаре, это позволяло людям, которые партию поддерживают, ожидать, что и здесь партия займет более такую конкретную позицию. Хотя, повторяю, с моей точки зрения, с обсуждения вопроса горячительных напитков сыграло большую роль, чем данный закон, но многие мои коллеги эту точку зрения не разделяют. Но если разделять эту точку зрения, то следует констатировать, я не знаю, с прискорбием или, в общем-то, ничего удивительного здесь нет, что люди совершенно не делают разницы между политикой на муниципальном уровне и политикой на уровне парламента. Ведь если мы говорим о запрете спиртного по воскресеньям, это исключительно таллиннская инициатива, идущая из мэрии и городского собрания. А данный опрос с целью выявить рейтинги политических партий, он касался именно предстоящих выборов в Риге-Коу. Ну да, но это, если смотреть, так сказать, с технической точки зрения, если смотреть с точки зрения идеологии, то то, что я делаю на уровне вверенного мне города, я, в принципе, могу продолжить делать и на уровне вверенного мне государства. Тут, в общем, такая логика тоже имеет право на жизнь. Ты очень правильную мысль одну высказала о том, что этот скандал между Лигой и Осиновским, он, по всей видимости, сыграл на руку обеим партиям. То есть реформисты плюс пункты получили и социал-демократы. Вот как ты думаешь, люди простые, они вообще очень любят теорию заговоров, что все заранее прописано, все ходы посчитаны. Как ты думаешь, мог ли этот скандал вообще быть срежиссирован, специально, так сказать, выдвинут на поверхность, именно с расчетом на то, что обе партии получат бонусные очки в этом случае? Нет, я на самом деле не думаю, что этот скандал был срежиссирован заранее, потому что, как журналист, хорошо зная и достаточно много общаясь с Юргеном Лиги, я знаю, что Юргену Лиги как личность, такие вот резкие необдуманные высказывания, они, в общем-то, свойственные. Ну, а дальнейшее развитие событий? Ну, а дальнейшее развитие событий, да, я думаю, что обе партии использовали этот случай так, чтобы накануне выборов получить от него максимум пользы и минимум вреда, и, ну, судя по всему, ответственные за, так сказать, связи с общественностью обеих партий, неплохо с этим справились. Насколько ты лично, вот как журналист, как гражданин, воспринимаешь всерьез эти рейсинги, которые у нас каждый месяц публикуются? Ну, понятно, что какие-то общие тенденции они отображают, но, тем не менее, стоит ли слишком серьезно к ним относиться? Ну, понятно, что выбор у нас 1 марта, до 1 марта еще может многое поменяться, с одной стороны, с другой стороны, для того, чтобы это поменялось глобально, ну, должно что-то быть такое на уровне, ну, если не разорвавшейся бомбы, то такого достаточно серьезного скандала, вот, потому что все-таки основные тенденции, тенденции, они более-менее прослеживаются, и, в общем, ну, например, если говорить о социал-демократах, то понятно, что их участие в правительстве, это тоже играет им на руку. Вот, если партия вошла в правительство недавно, если она не совершила там никаких таких глобальных промахов и успешно работает, то лучше быть в правительстве, чем в оппозиции. Ну, то есть, например, для партии «Реформ» это вообще чуть ли не правило номер один, ради которого партия все делает на протяжении уже многих лет. Ну, на этой неделе произошло еще несколько событий, которые, как мне кажется, несомненно окажут влияние на рейтинги политических сил, которые будут опубликованы через месяц, то бишь в декабре. А именно партии вовсю готовятся к выборам, и на этой неделе произошло несколько событий, которые могут повлиять именно на симпатии русскоязычного электората, как мне кажется. И самым сильным, конечно же, здесь козырем, наверное, стали просочившиеся в прессу сообщения о том, что социал-демократы всерьез подумывали о том, чтобы выдвинуть министра образования и науки, уже упомянутого сегодня Евгения Осиновского, на предстоящих выборах кандидатом в премьер-министре от своей партии. Ну, собственно, ваше же издание Костимес стало первым, кто сообщил народу сие известие, насколько, тебе кажется, серьезные эти намерения соцдемов, не является ли это очередной уткой, слитой в прессу для поднятия интереса к себе? Что думаешь? Ну, там, на самом деле, в самой статье уже говорилось о том сразу, что партия сообщила, что это не более чем внутрипартийная дискуссия, инициированная одним из членов партии, вот, так что, ну, говорить о том, что это, так сказать, свершившийся факт, или то, что произойдет с большой вероятностью, я думаю, не приходится, скорее всего. Но там же генсек Сацдемов, в общем-то, признал, что Осиновский действительно мог бы быть интересной кандидатурой, потому что это человек, как он выразился, своего рода наш местный эстонский Обама, то есть человек, который преодолел границы национальности, возвысился над этим, и... Осиновский, конечно... Да, сильный член социал-демократической партии, и он пользуется, в общем-то, симпатиями и русских, и эстонцев, и я думаю, что работа в министерстве тоже сыграла ему на руку, потому что, ну, насколько я, например, знаю, в министерстве с большим энтузиазмом относятся к новому министру, то есть я, например, с тех времен, когда Свена Миксера в его, если не ошибаюсь, 28 первый раз назначили министра обороны, вот тогда примерно то же самое было, настороженность в начале и полный восторг дальше. То есть в этом смысле у Осиновского позиция сильная, но настолько ли она сильна, чтобы он был кандидатом в премьер-министр, в этом я все-таки немножко сомневаюсь. Вот, хотя с точки зрения общего имиджа партии, опять же, то, что стало известно вот о таком шаге, о таком дискуссии в партии, ну, среди русского избирателя социал-демократам это явно сыграет на руку, среди эстонского, я думаю, не сыграет против партии, потому что отношение к Осиновскому действительно положительное, в том числе в эстонской среде. И все-таки вот, да, как ни крути у нас, говоря о каких-то событиях в политической жизни, мы все равно делим избирателя. Все равно от этого никуда не уйти, так получается? Ну, а на самом деле мне кажется, что это нормально, потому что, ну, все равно, то есть обычно принято в качестве контраргумента говорить, что вот же есть там общечеловеческие ценности, зарплаты, здравоохранение. Еще чего-то, понятно, есть, но есть также ценности, которые интересуют конкретные группы населения. Там людей с высшим образованием, женщин, не знаю, работников интеллектуального труда, наоборот, скажем, синих воротничков и так далее. То есть это совершенно нормальная часть политики. У каждой группы, которую там по каким-то социальным признакам можно выделить, есть помимо общих человеческих интересов какие-то свои интересы. И у нас, если говорить вот об этих двух больших группах, понятно, что у каждой из них есть свои интересы, которые в том числе иногда противоречат друг другу, что тоже нормально. Ну, что касается предстоящих выборов и привлечения в свои ряды новых лиц, то здесь на русской почве, так сказать, отметились уже и реформисты, в ряды которых вошел двукратный чемпион мира фехтовальщик Николай Новоселов. А на этой неделе два достаточно известных русских имени появились в списке партии ИРЛ. Оба заявили, что тоже пойдут на предстоящие выборы в Риге. Сначала в ИРЛ вступила журналистка Виктория Ладынская, а затем и Максим Рогальский, который долгое время возглавлял актуальную камеру на русском языке на эстонском телевидении. Насколько неожиданными стали для тебя эти два вступления в партию со стороны наших коллег? Ну, если говорить о персонах, то особенно неожиданным это было в том, что касается Вики Ладынской, что касается Максима Рогальского, то о его взглядах можно было судить так или иначе по его выступлениям. Но он был одним из самых активных противников принятия закона о сожительстве, Да, плюс его призывы запретить в Эстонии трансляцию российских каналов как источник пропаганды. То есть здесь можно было судить достаточно четко о предпочтениях человека, которые, по-видимому, совпали с предпочтениями партии. Другое дело, что не было неожиданностью, то есть, ну, я уже несколько лет думала о том, что, ну, с учетом того, что каждой партии сейчас очень нужен дополнительный ресурс, чтобы как-то изменить такой устоявшийся годами расклад в свою пользу, что ИРЛ, несмотря на то, что они, в общем-то, поддерживают такие традиционные консервативные ценности, которые, в общем, ну, значительные части русскоязычного населения близки, что они позволяют, вот, скажем, той самой русской карте, русской угрозе, разным взглядом там на историю и так далее, полностью перечеркивать возможности вот на основании каких-то других ценностей, ну, грубо говоря, того же закона о сожительстве, получить себе часть русскоязычного электората. Вот, понятно, что это был бы достаточно сложный процесс, который бы требовал долгой работы, но вот теперь к этому процессу, в конце концов, подобрались по поводу того, почему именно теперь существуют тоже разные точки зрения. Вот, не все из них я поддерживаю, но... Ну, давай хотя бы некоторые из них озвучим, потому что, опять-таки, у меня есть некое свое видение этой ситуации, потому что я был лично знаком с несколькими людьми, которые в свое время так или иначе должны были быть ответственными в этой партии, я имею в виду Союз Отечества и Республики, за коммуникацию с русским населением, и все они так или иначе свои посты покидали, либо были уволены, либо уходили сами, и все они, в общем-то, говорили одно и то же, если так вот вкратце, что на самом деле это никому не нужно, и никогда ИРЛ русскими всерьез интересоваться не будет. Ну, вот теперь, судя по всему, заинтересовался. Есть точка зрения, что благодарить за это надо Владимира Владимировича Путина, потому что события на Украине показали совершенно недвусмысленно, что дело может запахнуть жареным, и настолько недвусмысленно, что даже ИРЛ начал что-то предпринимать, чтобы заручиться поддержкой русскоязычного населения. Я, скорее, сторонник другой теории, а именно то, что благодарить за это надо все-таки в первую очередь центристов и социал-демократов, а именно потому, что в области русских политиков началась игра очень по-крупному, то есть возьмем все санкционное избрание Яны Том в Европарламент, с зашкаливающим количеством голосов возьмем министерский портфель Осиновского, что, в общем-то, партии сыграло на руку. Ну, так и тем более, если в пику, так сказать, на фоне таких громких побед политических оппонентов, что сейчас может сделать ИРЛ с Ладынской и Рогальской? А вот именно, что мне кажется, что если раньше любые такие шаги в этом направлении рассматривались в первую очередь с точки зрения, а не потеряем мы ли мы из-за этого голоса нашего традиционного избирателя, приобретя там какое-то ничтожное количество русских голосов, то теперь на фоне Осиновского, на фоне Яны Том и, в общем-то, на фоне того, что, несмотря на все эти шаги, ну, река Яма-Иги не повернула вспять, Томпио не зашатался, вот. Остальные партии, в общем, тоже могут делать более смелые шаги, потому что на фоне соперников, это, так сказать, того избирателя, который воспринимает русскую карту внутри своей партии очень настороженно, они его не отпугнут уже. А ты веришь в успех русской, так сказать, карты ИРЛ? На этих... Хотя бы в минимальном. Скорее, нет, чем да. Во всяком случае, со стороны Виктории и Максима это достаточно рискованный шаг. В принципе, чем черт не шутит, успех одного политика с русским фоном от партии на выборах, ну, это вариант, который нельзя полностью исключать, особенно, если сам человек костюме ляжет. Ради этого, ну, вспоминаем Кейт Пентус, которая стучалась в Лосномейские двери и таки достучалась до многих избирателей таким путем. И если не случится такого, что я даже верю, что ИРЛ в рамках, так сказать, своей основной линии не будет делать ничего, чтобы разрушить позиции своих русских кандидатов, тем более, что, насколько, скажем, нашему изданию известно, позиции изначальные стартовые этим кандидатам обещали обеспечить очень неплохие, но всегда существует опасность того, что где-то на периферии, когда эта тема не будет главной в рамках какой-нибудь совершенно другой дискуссии, кто-то из представителей партии утратит бдительность и скажет какие-то слова, которые перечеркнут, ну, вот, все усилия, которые... А партия большая, да, там порядка 8 тысяч членов, ну, понятно, что не все они на виду, не все они в слуху. До перерыва еще один такой короткий вопрос, короткая тема. Вот, ну, понятно, что оба сейчас активно журналистикой не занимаются, то есть Рогальский сейчас вообще, по-моему, в отпуске по уходу за ребенком находится, да? Да. Вот, а Ладынская приостановила свою журналистскую деятельность на период до выборов, что, в общем-то, логично и этично. Мне, в пример, некоторым другим журналистам, которые продолжают заниматься тем же самым, а вот если в общем и целом, вот ты, например, для себя считаешь это приемлемым, вот так вступить в партию, пойти на выборы, но если не получится, вернуться в журналистику и как ни в чем не бывало продолжать. Ну, это, в общем-то, вопрос, на который каждый человек отвечает лично, я сама в политику не стремлюсь. Если говорить о коллегах или, ну вот, о конкретно двух случаях, то полностью одобряю то, что оба не занимаются, то есть не совмещают журналистику и политику. Для Максима Рогальского это было бы невозможно по внутреннему уставу РР, вот, но, как бы, тем не менее, мог бы себе найти применение, например, где-то в другом месте на это время. Вернуться, после этого отойти от активной политической деятельности, вернуться в журналистику тоже большого греха в этом не вижу, хотя, ну, в общем, партийный журналист, это для меня позиция все-таки сомнительная, несмотря на то, что, в общем, не запрещенная и, ну, всегда возможно, что человек не будет, например, касаться тех тем, которые, где возникает конфликт интересов. Ну, поскольку нам пора уходить на рекламу, я не буду долго разглагольствовать, скажу, что я, в общем-то, присоединяюсь к своему мнению, совершенно те же самые слова мог бы на эту тему высказать. У нас в гостях сегодня Евгений Авиаря, руководитель русскоязычной редакции «Постемес», а мы прервемся на рекламу, после чего продолжим. Норус-спа-отель – комфортный, стильный, самый новый и модный спа-отель в Эстонии. Широкий спектр услуг – водный центр, уэлнес, фитнес, боулинг и бильярд, детская комната, ресторан и лобби-бар, конференц-центр. Все это позволяет отдыхать в Норусе вне зависимости от сезона и погоды. Норус впечатляет. Вам непременно захочется сюда вернуться. 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 Норус-спа-отель Норус-спа-отель и телевизионный розыгрыш «Улыбка Фортуны» представляют. Рождественский пакет отдыха в Норус-спа-отель на двоих человек на одну ночь. Подарите себе или своим близким незабываемое мгновение. Проведите чудесный праздник Рождества в самом новом, стильном спа-отеле. Размещение, завтрак, посещение водного центра. Подробнее смотри информацию на сайте www.noruspahotel.com Рождество в Норус-спа-отель можно выиграть на Арсент ТВ. Отправь СМС-сообщение на короткий номер 13013. Внимание! Услуга платная. Стоимость СМС-сообщения 1 евро 60 центов. Среди всех приславших СМС-сообщения будет разыгран приз. Почувствуйте себя счастливыми и отправляйтесь в рождественскую поездку. В Норус-спа-отель за чудом и романтикой. Розыгрыш продлится до 17 декабря. Итоги будут объявлены 18 декабря. Удачи вам, дамы и господа! Вы устали? Или у вас проблемы со здоровьем? Во многом спасением может стать массаж. Это можно сделать недорого, но очень качественно. В Таллине на улице Майека, 56, вход со двора. Различные виды массажа. Выбирайте и записывайтесь по телефону. 55 02 152. В центре Таллина более 20 лет работает магазин-салон САНА. Это шикарный выбор тканей, аксессуаров, швейных принадлежностей и готовая одежда. Ткани со всего мира на любой сезон и события, вкус и кошелек. Натуральные смешанные, самые изысканные и самые простые. Рассветки и узоры в единичном экземпляре. Настоящие картины на ткани, печать которых осуществляется по индивидуальному заказу. САНА. Есть на что посмотреть, восхититься и выбрать. Приветливые консультанты помогут подобрать аксессуары. И все то, без чего швейное дело невозможно. В магазине САНА продумано все до мелочей. Заходите на Пярну Манте 21. Обязательно поинтересуйтесь готовой одеждой. Это не массовое производство. Именно такой модели и из такой ткани вы не встретите нигде. Будете выглядеть свежо, модно, привлекая к себе завистливые взгляды. САНА может предложить вам многое и всегда на шаг впереди других. Возвращаемся в студию программы «Призма времени». Говорим о насущных проблемах, о новостях, касающихся жизни Эстонии. У нас в гостях руководитель русской редакции «Постемес» Евгения Вяя. И так уж получается, что у нас все вокруг предстоящих выборов вертится. И мне жаль тех зрителей, которые не любят политику и не интересуются. И об этом вам слушать еще несколько месяцев точно. Не все, так сказать, предвыборные темы успели обсудить. В общем-то, партии уже активно включились в предвыборную кампанию. Как ни крути. На этой неделе два примечательных события произошло. Ну, во-первых, Таллинн обклеили плакатами известных эстонских деятелей, общественных деятелей, культурных, где они причисляются к рядам социал-демократической партии, за что социал-демократы были уже и высмеиваны неоднократно. Ну, например, они утверждают, что в классике эстонской литературе Антон Хансен Тамсары был социал-демократом. Как тебе кажется, с точки зрения креативности, наверное, идея интересная, а с точки зрения исторической, правда, сомнительная или нет? Ну, на самом деле, опять, чтобы не ошибиться, то ли в передаче эстонского телевидения «Теревизион», то ли в ее вечернем аналоге «Рингвада» был специалист по эстонской литературе, которая как раз анализировала, насколько обоснованно можно причислять того или иного с классикой эстонской литературы к социал-демократам. Вот, и пришли к выводу, что, ну, Тамсары, в отношении Тамсары это явное преувеличение, и в отношении еще одного можно сказать, что, в общем, частично преувеличение. Если мы говорим о всех остальных, то применительно к эпохе более-менее можно считать, что да, что так оно и есть. Но реформисты вообще порадовали эпичным рекламным роликом, где премьер-министр и лидер партии на данный момент Тави Рейвас марширует по военному аэродрому, летят натовские истребители. Как выяснилось, Рейвас, в общем-то, ну, не то чтобы злоупотребил служебным положением, так, наверное, все-таки нельзя утверждать, тут еще надо доказать, как оно на самом деле было. Но, согласно всем правилам, которые существуют, на подобных объектах снимать, в общем-то, нельзя. И сейчас вот возникает вопрос, это разрешение на съемку было получено исключительно благодаря тому, что реформисты нынче возглавляют правительство, или любая другая организация тоже может вот так вот запросто на натовский аэродром прийти, что думаешь? Ну, я думаю, что здесь есть некоторое преувеличение, потому что база Эмори, она не полностью закрытый объект. Например, когда прибывают какие-нибудь там истребители, союзников сюда потренироваться, еще что-то туда возят журналистов, в том числе разрешают видеосъемку и так далее. То есть, в принципе, получить разрешение на видеосъемку в Эмори возможно. Другое дело, что отказать в этой маленькой просьбе премьер-министру, естественно, сложнее, чем отказать какому-то другому частному или юридическому лицу, который попытается сделать то же самое. Но премьер-министру не отказали еще в некоторых маленьких слабостях. Например, выяснилось на этой неделе, что он использовал для своих служебных поездок вертолет, принадлежащий департаменту полиции и погранохраны. То есть, был там случай, когда по случаю очередного дня рождения эстонской полиции Рывас должен был успеть на прием в Талин, а он находился в этот день с рабочим визитом в Финляндии. И просто ему было по-другому не попасть, он не успевал на это мероприятие, и поэтому задействовали вертолет, на котором премьер-министра доставили в Талин. Как выяснилось, это уже не первый подобный случай. И вокруг этого эстонская пресса тоже раздула шумиху, что, дескать, использует вертолет в личных целях. Хотя мне кажется, что вот здесь тоже много шума из ничего, потому что если у премьер-министра действительно рабочий график настолько плотный, то это все-таки надо понимать, что это все-таки одно из первых лиц государства. И если у него рабочий график настолько плотный, что ему действительно нужно оказаться и там, и там, и он не успевает, то почему бы нет? Или ты не согласна со мной? Скорее соглашусь, тем более, что, опять же, чтобы не соврать, но, по-моему, в интервью по поводу Дня Отца, как раз представитель того самого летного погранотряда, который получил титул Отца года, рассказывая об их работе, говорил в том числе и о том, что одна из функций их является доставка людей, участвующих в международных визитах эстонского правительства. И в том числе один из аргументов, почему это делается, приводился тот, что если речь идет о большом количестве народа или о большой срочности, то слетать вертолетом по гран-охране значительно дешевле, чем фрактовать для этого целый самолет и действовать таким путем. Вот это, поправься, если ошибаюсь, в ВСТП, Валерий, да, по-моему, статья появилась изначально на эту тему, и там приводились суммы, что вот тот самый рейд из Финляндии на празднование годовщины основания эстонской полиции обошелся в 800 с чем-то евро, а еще одна поездка, о которой шла речь, по-моему, наоборот, из Сталина в Финляндию, там что-то порядка 400 евро с небольшим фигурировало сумму. Ну, то есть, действительно, в общем-то, небольшие деньги в масштабу государственного бюджета так точно. Ну, да, то есть, ну, возможно, что, например, там прилететь из Хельсинки самолетом Эстония Нейр Тавер Ивасов обошлось бы дешевле, но с другой стороны, время, возможности и так далее, но и надо сказать, что наши первые лица, на самом деле, не злоупотребляют такими полетами, то есть, ну, как правило, летают обычными рейсами в составе прочих пассажиров, то есть, нельзя сказать, что там кто-то шикует, летают бортом номер один постоянно и так далее. В этом отношении, да. Что правда, что правда. Сам даже попадал в самолете рядом с высокопоставленными эстонскими лицами. Поговорим о делах наших медийных и о той новости, которая взбудоражила умы многих в нашей стране. Информационное агентство «Россия сегодня» собирается запустить новое информагентство, называется оно «Спутник» и будет вещать и действовать на 45 разных языках, в том числе на эстонском. Ну, для тебя явилась неожиданностью эта новость, когда она появилась? Неожиданностью, так сказать, полной нет. Новость, несомненно, интересная. В общем-то, «Спутник» уже работает. Правда, сейчас у них на сайт, если зайти, то новости из Прибалтики, Польши и Украины у них идут на английском языке. Что здесь, так сказать, интересно и настораживает, это то, что эстонский язык или, например, латвийский, литовский был заявлен на фоне таких языков, как китайский, арабский и испанский. Ну, сравните аудиторию. То есть, это говорит, так сказать, о пристальном интересе. С другой стороны, если посмотреть всю, так сказать, политику России по донесению государственной позиции на международном уровне, то шаг представляется очень логичным. Ну, а насколько такой шаг может быть действенный? То есть, создается канал, которому в Эстонии здесь целевая аудитория уже изначально относится с неким предубеждением. И эта же аудитория, по идее, должна абсолютно четко отдавать себе отчет в том, что это будет пропагандистский канал, который будет с пропагандистскими целями представлять какую-то информацию, которую, ну, вряд ли можно будет назвать на 100% объективной, это мягко говоря. И вот насколько действенный этот канал может быть? Ну, вот тут бы я сразу большой крест на этой идее не ставила и не говорила однозначно, что нет-нет-нет, до такой скептически настроенной аудитории, как эстонцы, этот канал достучаться не может, потому что, а, это мы с вами занимаемся этими темами с утра до вечера, а большое количество далеких от политики людей потратит некоторое время, чтобы понять, что теперь на эстонском языке, так сказать, не все новости одинаково полезны, да, как в той рекламе про йогурты. А во-вторых, ну, вот даже если судить по собственной работе, наиболее критичные читатели, там, зрители, слушатели, которые звонят, высказывают свои негодующие оценки в ваш адрес и так далее, это обычно чуть ли не самая внимательная часть аудитории, которая вот с карандашом и блокнотом сидит и все записывает. Вот поэтому я думаю, что для начала, например, спутнику будет достаточно, что его там смотрят, слушают, читают. Ему не надо, чтобы ему прямо вот с самого начала начали доверять. Я всегда это говорю, тогда, когда говорят, будут ли, например, смотреть создаваемый Эстонией русскоязычный канал, если он таки появится. Сначала будут смотреть, потом, да, не массово, да, может быть, с меньшим выхлопом, чем ожидают создатели спутника, но где-то количество информации перерастет в качество. Так что сказать, что вот прямо нет, 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 совершенно бесполезно, я бы так говорить не стала. Все возможно, если захотеть потратить большие деньги. То есть та самая капля, которая, как гласит русская пословица, камень точит, так и получится, да. Ну, там, опять же, встало очень много вопросов, по каким каналам будет распространяться информация. Ну, на данный момент мы знаем, что речь идет о новостном сайте, то есть интернет-ресурсе и, может быть, радио, но которое тоже, по всей видимости, сможет вещать только онлайн, потому что элементарно частот в Эстонии не хватает, нет в наличии тех частот, которые... Ну да, часто технически получить возможность для вещания будет, конечно, сложно, я думаю, что будет сделано все для того, чтобы найти в законе возможности этого не допустить. А вот это вот интересный, кстати, момент, то есть ты предполагаешь, что к такому, к плюрализму мнений в таком смысле наши власти не готовы, то есть действительно все возможное сделали бы для того, чтобы, не дай бог, здесь не появилась радиостанция, а уж тем более телеканал подобный. Ну, я думаю, что появление такого телеканала не приветствуется, если в законе есть возможность затруднить появление такого канала, то эти возможности будут использованы. Кстати, раз уж мы заговорили о русскоязычном телеканале, то ты наверняка читала то мнение, которое написал Томас Лепп, руководитель таллинского телевидения, относительно предполагаемого создания русскоязычного канала в Эстонии. Он даже сравнил создание такого канала с бронзовым солдатом и высказал такую мысль, что, дескать, не надо нового бронзового солдата ставить, что это абсолютно на его взгляд негодная мысль. Вот как-то для меня, например, это прозвучало довольно странно, особенно с учетом того, что мы знаем, на чьи деньги и на какие ресурсы живет таллиннское телевидение, и можно догадаться, чьи взгляды, взгляды какой партии разделяет Томас Лепп, как руководитель этого телевидения. И мы знаем, как эта партия относится к русскоязычному электорату, и тут вот такие вещи слышать довольно странно было, нет? Да, и, ну как сказать, то есть к русским передачам, к русскому телевидению вообще есть такая тенденция относится как к очень политизированному явлению, то есть, с одной стороны, понятно, да, потому что это, как правило, идея об этом появляется в момент серьезных международных или внутренних политических кризисов, с другой стороны, ну, есть у нас, опять же, журналы для женщин, для любителей спорта, для любителей рыбалки, ну, совершенно естественно, что у нас мог бы быть телеканал для большой группы, которая располагает своими интересами, и, ну, да, скажем так, сейчас мы находимся в неудобной для государства позиции, когда государство вроде бы должно быть заинтересовано в этом канале больше, чем потенциальная аудитория, поэтому создатели этого канала чувствуют себя изначально неуютно, что вот, мол, они себя предлагают, а их еще неизвестно, полюбят ли за это, вот, но в целом идея может быть даже экономически выгодной, это другое дело, что если этот канал будет существовать при ИРР, тогда вопрос размещения рекламы автоматически снимается. Ну, раз уж мы заговорили тут по ходу дела и о России, и о том, что происходит на мировой арене, то, думаю, что можно затронуть в нескольких словах, хотя, конечно, можно тут целую передачу этому посвятить, тем не менее, затронем именно в нескольких словах, потому что, опять же, не так много у нас эфирного времени остается. Саммит Большой Двадцатки, прошедший на минувших выходных в Австралии, и те события, которые произошли там, ну, в общем-то, как отмечали многие западные, в том числе эстонские средства массовой информации, это то, что Владимир Владимирович Путин, президент Российской Федерации, там впал в немилость большинства присутствующих, начиная с того, что его там у трапа самолетов встречали люди не того ранга, которые должны будут встречать, собственно, по протоколу, заканчивая тем, что, дескать, ему там канадский премьер-министр что-то нелицеприятное в лицо сказал по поводу политики России, проводимой на Украине, заканчивая тем, что Путин досрочно покинул этот саммит, хотя сам призвал этот момент не драматизировать, сослался на сложный рабочий график, длинные перелеты и тому подобные вещи. Если посмотреть, что пишут российские средства массовой информации на эту тему, то там в основном восторженные реляции в духе Путин опять всех переиграл, и на самом деле не стоит придавать значение тому, что произошло в Австралии. Вот как-то, если попробовать резюмировать это вкратце, вот твое видение этой ситуации каково? Ну, если попробовать резюмировать вкратце, то в одном, во всяком случае, сомневаться не приходится. Если можно заметить, все равно все свелось к Путину, и более того, теперь все сидят и ждут, а ну как Путин обиделся и отомстил. Интересно, как он отомстил? А Путин человек достаточно злопамятный, уж он-то отомстит обязательно, если выждет. То есть, как бы, свою часть внимания Путин благодаря этому все равно получил. Судя по той информации, которая поступала через СМИ, да, на саммите Путин ощущал себя не слишком уютно, но, опять же, здесь точки зрения на этот вопрос существуют разные. То есть, одни говорят, что, ну, хорошо уже то, что вообще встречаются, что вообще жмут руки хоть и с прохладцей, что вообще на одной фотографии находятся и о чем-то разговаривают. На одной фотографии, опять же, на фотографии его поставили, там где-то сбоку, да, там с лидерами африканских государств, условно говоря. Вот, ну, если мы говорим в формате большой двадцатки, то там, в общем-то, небольших государств не существует, грубо говоря, если сам формат не предполагает. Кто-то говорил, что да, что все внимание уделили разборкам на уровне этикета и хорошо, что вообще вспомнили, что есть эпидемия вируса Эбола, что есть экономика. Ну, это вот как раз один из аргументов в пользу Путина и России в целом, что вот почему это все на уровне разборок по этикету происходило, потому что по факту предъявить, дескать, нечего было. Да, ну, по факту предъявляется это постоянно. И, например, после того, как саммит закончился, буквально на следующий день, даже Австралия сообщила о прекращении поставок Урана России, что вызвало крайне ядовитые и обиженные комментарии со стороны российского руководства. Я, например, обратила внимание на то, что, несмотря на факт, что на этом направлении все складывалось не очень гладко, тем не менее, например, на саммите большой двадцатки достаточно сильно выступил Китай. И благодаря тому, что все высчитывали, насколько прохладно им нужно общаться с Путиным, Китай, в общем-то, получил свой звездный час и с речью выступил. И до этого на саммите ОПЕК, а так, если в русской аббревиатуре, тоже ему удалось проводить свою политику лучше, чем, например, Соединенным Штатам, у которых в этом Тихоокеанском регионе свой альтернативный план. Ну, то есть, на самом деле, действительно, у нас сейчас мало времени говорить, потому что на саммите двадцатки было много разных тенденций, и российской темой все не ограничилось. Хотя, несомненно, России снова удалось сделать так, что тема эта доминировала. Ну, а так России удалось или удалось другим? И в пользу ли это пошло России? Ну, Россия сейчас находится в тяжелом положении, как политическом, так и экономическом. Пойдет ли это на пользу России как, так сказать, как стране, как народу, который уже достаточно много потерял в результате, например, падения рубля и прочего? Скорее, нет. Считают ли руководство России, что оно переиграло западные державы на этом саммите? Вполне возможно, что в глубине души точно тоже нет, потому что, ну, как отмечались, Путин чувствовал себя неуютно на этой встрече. Я думаю, что это действительно так было. Но если говорить о том, что удалось ли российскому руководству создать видимость, что Россия действовала там по своим правилам, и удалось ли привлечь внимание, реально привлечь внимание мира к тому, как вела себя Россия в этой ситуации, и заставить ждать, как руководство России будет действовать теперь после саммита большой двадцатки, но это было достигнуто. Ну что ж, во всем не поговоришь, даже в рамках такой длинной передачи, как наша, но будем надеяться, что на основном ваше внимание заострили, и вы стали сегодня хотя бы чуточку информирования. У нас в гостях была руководитель русской редакции «Постями» с Евгением Вяря. Спасибо за беседу. Спасибо. Всего доброго. Как будут развиваться события дальше, покажет время, а мы будем смотреть на них сквозь нашу призму времени по четвергам в прямом эфире. Все на сегодня. Я Андрей Тестов. Удачи и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok